Всем привет, друзья-товарищи, канал Покемуш Лайф и все такое. Этот ролик, наверное, единственный, раз особо малоизвестные и лютые эксклюзивные поезда, о которых помнят лишь Алды, такие как мы. Вот, прошу вас. Перед нами серийный электропоезд Р-9-10, построенный аккурат 31 декабря 1962 года в составе 10 вагонов. После постройки больного направили на Горьковскую железную дорогу в депо Горький Московский. Как раз в 1962-м ребята кинули проволоку на переменном токе, электрифицировав главный ход. И, стало быть, новенький Р-9 пришлись весьма кстати. Вообще, депо Горький Московский единственное в мире, где работали знаменитые Р-7, все четыре электропоезда. А тут уважаемый Р-9, начиная с 02-го. На котором, кстати, и мы ездили. Ну вот слушай. Работает эта корыта на ГЖД 20 лет, катаясь в Гороховец, Ветлушскую, Окскую, Заволжье и так далее. И вдруг, тарам, из-за каких-то упырей происходит возгорание головного вагона Р-9-1001. За короткое время он, приказав долго жить, сгорает, как пьяная курица. Оставшаяся часть поезда становится таким образом неполноценной. Куда ж без головы-то? И решили фермеры тогда раскидать оставшиеся 9 вагонов по сусекам, кому что нужно. Например, вагоны 07 и 10 включили на постоянной основе в Р-9-05. А вагон 10-05 стал подменным, мотаясь с разными составами, как попало. То, что мы видим на фото, вагоны 09 и 08, голова и мотор, которым угораздило попасть в Щербинку на экспериментальное кольцо. Собственно, все фото Р-9-10, которыми мы располагаем, это именно те два вагона. Картина к остальной части поезда, похоже, не сохранилась вовсе. Понять, что это Щербинка, можно по заваренным буферным фонарям. Особая фишка данной локации. Нам объясняли, для чего это нужно, только мы уже не помним. Если знаете, напишите в комментариях, пожалуйста. Эх, длинное вступление получается. И вот моторный вагон Р-9-10-04. Он-то нам и нужен. Судьба приготовила пациенту особый, совершенно особый путь. Наступает 1985 год. Появляются такие коллективы, как Radiohead и Guns'n'Roses. Довольно-таки неплохо. А в Союзе дается старт перестройки. Ну, там еще сухой закон и запущенная чуть ранее продовольственная программа. Вот под нее-то и было решено задействовать нашего героя. Казалось бы, обычный моторный вагон от серийного корыта. Но общественная конструкторская группа локомотивщиков, курируемая тогдашним начальником дороги Шарадзе и его замом Булгаковым, разглядела в нем нечто большее. Они решили переоборудовать пациента в самоходный электровагон, электроматрису, смонтировав по концам две кабины машиниста. А салон переоборудовать под продуктовую лавку. Естественно, пришлось переделывать электрическую схему вагона и перекомпоновывать часть оборудования. Эти работы были завершены к ноябрю 1985 года. И чудо-аппарат, получивший название EVP-001 Coloss, в переводе электровагон, продовольственный, первый, начал работу в новом обличье. По факту мы располагаемся вот тремя фотами героя, хотя наверняка их больше. Вот, лучшие фото. Смотрите, тройные окна а-ля Ту-3. Фнари, как у Чес-4Т на минималках. Наметельник в стиле R9E, а скорее всего от него. Заваренные стоковые двери, вырезанная новая дверь и крышевое оборудование, такое же как у серийного R9. Правда, токоприемник уже не родной, типа Тел-13У с одной нижней рамой на стороне. Подвагонное оборудование и ходовка, надо полагать, особых изменений не претерпели. Кстати, гляньте, окна у Машика с электроподогревом. Топ. Задачей Колоса стала доставка продуктов, прежде всего хлеба, на удаленные станции дороги, туда, где не было продуктовых магазинов. Работа выглядела таким образом. На станции Каликино существовала пекарня. В вагон ранним утром загружали свежевыпеченный хлеб и везли в сторону Шахуньи. Это главный ход на Киров. На нужных станциях и даже остановочных пунктах вагон останавливался, даже на главных путях, и быстро выгружал на платформу часть продуктов. Там специальные люди перегружали хлеб в автолавку, с которой затем и вели торговлю местным жителям, прежде всего путейцам, жившим в казармах на перегонах. Часто продукты перегружать было некому, подряжался кто-то из местных, за это он отоваривался без очереди. Якобы бывало, что хлеб в зимний период замерзал в холодном вагоне в ожидании поездки, но и в таком виде люди были ему рады. Завершив миссию, машинист менял кабину и возвращался на исходную позицию в Каликино. Отметим, что до 1985 доставка продовольствия была возложена на почтово-бумажный поезд за номером 915-916. Самый медленный багажник был 12 часов в один конец. К нему цепляли особый вагон, с которого и отпускалось продовольствие. Именно необходимость стопорить полноценный поезд у каждого столба и побудила инженеров предложить столь изящное техническое решение. Поскольку инициатива оказалась вполне рабочей, творческая группа локомотивщиков решила развить благое начинание. Построив в 1989 году из уже знакомого нам Р-910 еще один такой же хлебовоз. А шалеть, для второго аппарата был выбран вагон 06, также моторный. Выглядит пациент несколько иначе. Вот, фоточка, сохраненная нами, давным-давно из газеты, видите, пригодилась. Чудо-штуку назвали ВС-01 Добрыня, где ВС, надо полагать, вагон специальный. Также первый, хотя, по сути, второй в этом концепте. Этого героя нам даже удалось фотографировать в далеком 2004 году, когда он уже был списан. Ой, спойлеры. Да пофиг. Что мы видим? Такой же кирпич с аэродинамикой 80-го левела. Прожектор переехал на крышу. Чуть похудели межоконные стойки. Появились, а точнее сохранились, выходы на низкие платформы, но только с одного конца. При этом, одна створка двери была сдвижной, как и на всех Р-9, а вторая распашной, на петлях. Такая вот уникальная дверь. Этот вагон стал ходить от Шахуньи и до Ветлушской, а Кола скататься от Каликина до той же Ветлуги. Во, придумал готовая задача про поезда. Короче, со станции Шахунья в 6.36 отправился электровагон ВС-01 в сторону Ветлушской. А с Каликина в 7.03 отправился вагон ЭВС-001 на ту же Ветлугу. Чтобы узнать скорость движения, смотрите ленту «Расшифровка в помощь». Вопрос. В какое время вагоны встретятся, если ни у кого не стрельнет ГВ и никого не поставит на бок для пропуска нормальных поездов? Ну да, такая себе задача. Кстати, работали на этих поездах в одно лицо, якобы приближенные к императору. Был особый график только в день. Ночами спали дома. Дальнейшая судьба мегаэксклюзивных вагонов, увы, эксклюзивной не стала. Колос проработал на Горьковской дороге до 1995 года. Причем в последнее время трудился у путейцев в ПМС-40 станции Льино. В 1995 году его списали и разделали в металл. А Добры не сумел поработать даже в 21 веке. Отставлен от работы в 2004 году. Видимо, на удаленной станции хлеб возить стали автотранспортом. И содержать электроматрисы было уже невыгодно. Наша фоточка именно 2004 года, когда пациент скорее мертв, чем жив, но еще комплектен. Даже анновески видны в окнах. Эх, в музей бы его, да и Колос тоже. А сейчас вы увидите фотокабин из салона Добрыни, представленные нам, работниками депо, практически перед утилизацией вагона. Поэтому не удивляйтесь бардаку, это нормально. Вагон перед разделкой в металл. Первая кабина. Что ж, пульт почти как на серийных R9, но есть отличия. Во-первых, вольтметр сети переехал наверх, а под ним прописался манометр уравнительных резервуаров, чего не было на стоковых R9. А второе отличие гораздо интереснее. Появился 254-й кран. Вагон-то стал работать в одну единицу, по сути, как электровоз резервом. Поэтому и был приспособлен к крану вспомогательного тормоза. Ну вот вторая каба. Смотрите, тут уже все совершенно иначе. Пульт-самоделка, сделанная умельцами на колени. Мы даже теряемся в догадках, где тут контроллер машиниста. Наверное, это. Сюда реверсивка вставлялась. А вот переключатель огней, голова-хвост или нет. И панель приборов какая-то странная. Вот тут, наверное, было. В общем, это был совершенно уникальный пульт машиниста, к сожалению, давным-давно канувший в лету. И жаль, мы не знаем, каким он был во времена молодости электроматрисы. А так выглядел салон электровагона. Друзья, товарищи, показанный в ролике вагоны, полнейший эксклюзив от Горьковской дороги времен СССР. Самоделки, которые были построены силами умельцев мотор-вагонного депо, своей головой и своими руками. Вряд ли кто-то другой делал подобный в годы МПС. Впрочем, возможно, мы ошибаемся. Поправьте в комментах, если знаете. Мы благодарны, что вы досмотрели ролик. Напишите, как вам эти аппараты? Была ли у них возможность стать музейными экспонатами? Или исторические ценности в них ноль? Оценивайте ролик лайком или дизом. Проверьте подписку на канал. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.